Профессия педиатра – одна из самых сложных и ответственных в медицине. Ведь доверяя доктору жизнь ребенка, вы надеетесь, что в его руках малыш обязательно выздоровеет. Этой нелегкой профессии свою жизнь посвятила детский врач городской поликлиники Патимат Антисеева. Уже более 37 лет с любовью она лечит маленьких пациентов, выполняя клятву Гиппократа. Встретить понимающего и отзывчивого человека, который помимо медицинской помощи окажет еще и моральную поддержку, очень сложно. Но пациенты нашей героини именно так отзываются о ней. Более 37 лет врач-педиатр Патимат Антисеева отдала свои профессии. Через добрые руки врача ежедневно проходят десятки малышей. Связать свою жизнь с медициной она решила еще в детстве. К этому подвигла ее череда страшных событий. Едва лишь Патимат Антисеева исполнилось 6 лет, при родах умерла ее мама. Еще через некоторое время от воспаления легких умер ее трехлетний брат. Тогда она дала себе слово, что будет спасать маленьких детей и давать им надежду на светлое будущее. Она поступает в Каспийское медицинское училище и становится акушером. А далее молоденькая девушка продолжает обучение в медицинском институте и с отличием заканчивает по специальности педиатрия. Я всегда училась на хорошо, на отлично, закончила с отличием медучилища и до сих пор училась. До того я любила учиться. Это факт. А работа, я думаю, за то, что я очень люблю детей и работа мне очень нравится. Это все время с детьми. Домой иди с детьми, сюда придешь с детьми. Сейчас на учете детского врача 876 малышей. Обычные приемы педиатра проходят в стандартном режиме, измеряют рост, вес ребенка и услышивают сердцебиение. За долгие годы практики по тематам Тесеева нередко встречалась со сложными случаями. При этом не исключена и возможность диагностирования заболевания. Вызывает беспокойство то, что в последнее время обостряется ситуация с прививками. Большинство родителей отказываются от них, что сказывается на здоровье малышей. Заболел маленький ребенок, месячный, двухмесячный. Родители отказываются лечь в больницу. На основном же их надо до года ложить в больницу, в стационарное лечение. Вот придется иногда прибегать к помощи заведующим. С помощью их укладываем в больницу. Действительно, сами родители убедились, что прививки должны делать. Потому что у нас была спешка кори в прошлом году. И заболели именно те дети, которые не прививались. И вот видя, что дети не привыкли и болеют, сами потом маме прибегали. Делайте нам прививку. Любовь к детям в сердцах врачей поистине должна быть безграничной. Согласитесь, без этого чувства ни один врач не сможет полноценно проводить прием и лечить больных. И на такое ощущение на протяжении всей жизни хранит в себе и Патимат Антисиева. У нее самой пятеро детей. Подрастает уже семь внуков. А в свободной от работы времени она занимается фитотерапией. Говорит, что знания в медицине – это маленький островок в Большом океане. Потому, следуя этому выражению, старается всегда пополнить багаж новыми знаниями. Шахмат Кулиев, Алексей Колесников. Новости Каспи-ТВ.